Всем привет, я Влад, а это магазин Попади в Десятку. Сегодня у нас на обзоре PCP винтовка Kruger Gun Sniper в калибре 4,5 мм и длиной ствола 580 мм. Выполнена данная винтовка в компоновке Bullpup, что сделано для того, чтобы сократить общую длину винтовки. И она стала менее габаритной, но при этом, конечно же, не трогая длину ствола и никоим образом не уменьшая ее стрелковых характеристик. В комплекте у нас все более-менее стандартно для винтовок Kruger Gun. Это, само собой, набор уплотнителей и заправочный штуцер. Мелочь, а приятно, безусловно. Давайте же посмотрим на нее поближе, на вот эту вот винтовку в таком вот деревянном исполнении. Погнали! Интернет-магазин Попади в Десятку. Это модель российского производства от компании Kruger Gun, которая относится к типу PCP пневматики, где выстрел производится благодаря сжатому воздуху, который находится под давлением в специальном резервуаре-ресивере. Для отслеживания оставшегося давления внутри ресивера на передней части изделия установлен манометр. Вместе с винтовкой поставляется 10-ти зарядный магазин, который, да, все верно, при желании вы спокойно сможете заменить на однозарядный пулевой лоток. Стреляет же винтовка валанчиковыми пулями калибром 4,5 мм. Взвод у винтовки передний, и вот для произведения выстрела, конечно же, нам нужно ее обязательно взвести. Для этого воспользуемся затвором, который находится на правой стороне корпуса. Делается это максимально легко и максимально плавно. После этого, все, винтовка уже может стрелять. Делать так нужно будет постоянно, по той причине, что как раз-таки стреляет винтовка исключительно в одиночном режиме. Предохранитель находится рядом со спусковым крючком и защитит вас от случайного выстрела. Для прицельной стрельбы винтовка оснащена планкой Beaver 22 мм, куда вы с легкостью сможете установить дополнительное оптическое оборудование, как вот, например, сделал это я. Но, увы, все верно, оптика в комплекте не идет. Ее нужно будет, да, докупать отдельно. И, к слову, у нас в магазине довольно-таки большой выбор оптики, поэтому заходите обязательно. Про планки идем дальше, на этом планке не заканчиваются. Под стволом также имеется планка, тоже такая же вивер, куда вы сможете установить сошки, тактическую рукоять, фонарик или же лазерный целеуказатель. В PCP-пневматике есть две схемы подачи воздуха от резервуара к стволу. Редукторная и прямоточная. Данная модель прямоточная. Длина изделия 820 мм, из которых 580 мм, это длина ствола. Калибр 4,5 мм, объем ресивера 365 кубических сантиметров, вес винтовки 3 килограмма и 300 грамм. После возвращения винтовки к заводским настройкам, заявленная скорость вылета пули из ствола достигает 290 метров в секунду. Но на территорию России винтовки, конечно же, поставляются ослабленными с разрешенной мощностью до 3 джоулей. Говоря проще, для покупки данной вот этой вот винтовки вам не нужны никакие абсолютно дополнительные различные всякие там документы, лицензии и все тому подобное. Просто приходите и покупайте. Но, конечно же, да, вам обязательно должно быть 18 лет. И раз уж мы с вами заговорили о покупках, давайте я расскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Но приобрести этот аппарат можно у нас на сайте и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно доставка по всей России. Обзор на эту замечательную винтовку подходит к концу. Друзья, обязательно ставьте лайк, если же видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны. Ну и пишите в комментариях, как же вам винтовка. Или же задавайте вопросы, если вдруг они у вас появились. Я, конечно же, с большим удовольствием на них отвечу. Ну а я что, я вынужден с вами попрощаться. Всем спасибо, пока и до новых обзоров.